Знаете, какое первое действие рыбака, который поймал осьминога? Вот и я не знал до того, как нашел эту информацию. Самое главное, что это делают абсолютно все. Начнем с факта. В отличие от большинства рыб и других объектов промысла, осьминогов нелегко убить в результате отлова. Недостаточно просто поднять их на борт и подождать, пока наступит смерть от естественных причин. Осьминоги, как правило, здоровы, осознают свое местонахождение и изо всех сил пытаются вернуться в море. И на протяжении веков, все то время, пока люди вылавливали осьминогов, разрабатывались различные методы, чтобы их убивать. Если вам это покажется бездушным, то потерпите немного и узнаете, почему это не так. А пока не навязчиво, напоминаю, не забывать ставить лайки, если вы забываете ставить их в конце просмотра. Ловят осьминогов в дикой природе с помощью сетей, ловушек и просто лесок. Возьмем для примера ловушку. Она весит 50 кило и состоит из трех секций. Такие ловушки собираются в одну рыболовную линию по 50 штук. Если вам кажется, что 50 кило – это много, то прибавьте к ним еще и песок, который забивается внутрь. Вместе с осьминогами. Когда ловушки поднимают на борт, их промывают очень соленой водой, что заставляет осьминогов вылезать наружу. И когда это происходит, животное сразу убивают. А затем кидают в очень холодную воду, чтобы сохранить свежесть. Думаете, это странно? Есть еще и традиционный сицилийский способ – прокусывать голову осьминога сразу после поимки. Ну и куча других методов. Суть в том, что рыбаки всегда убивают осьминогов сразу, и в том числе для того, чтобы осьминоги не сделали этого сами по пути на сушу. Погодите, чего? Осьминоги могут страдать от аутофагии или самоканнибализма. То есть они буквально поедают собственные конечности, и происходит это в результате стресса. Не в том смысле, что животное перенервничало и не нашло ничего лучше, кроме как начать есть себя. Осьминог, который находится в стрессе, нездоров, а значит больше подвержен инфекциям. Самопоедание вызывает бактерия или вирус, которые пользуются уязвимостью осьминога и вызывают раздражение. Укус облегчает состояние пораженной области. Но эй, почему бы осьминогам просто не чесаться, как делают все остальные? Что за крайние меры? Все просто. Откусывая руку, осьминог теряет зараженную конечность. В теории он может отрастить ее заново, но в условиях неволи и продолжающегося стресса избавиться от инфекции невозможно. В результате, находящийся в стрессе инфицированный осьминог умирает с разорванными в клочья конечностями. Крипота. И происходит это исключительно из-за плохого обращения и плохого содержания. Ни один здоровый осьминог не будет так себя вести в естественной среде обитания. Да погодите, это только один из способов? Или, вернее, одна из причин, которая может привести к смерти осьминога во время транспортировки. Осьминоги — чертовски умные ребята. Они легко открывают ловушки для крабов, поедают улов и доставляют рыбакам кучу убытков и проблем. И как бы рыбаки не старались, осьминоги все равно находят способ добраться до их законной добычи. И ладно открыть ловушку снаружи. Осьминог может изнутри открыть крышку закрытой банки и выбраться из нее. Естественно, это можно провернуть и снаружи. Честно, иногда мне самому требуется усилие, чтобы справиться с такими крышками, а осьминог просто взял и открыл. В одном эксперименте осьминогов вообще научили открывать Г-образный контейнер для извлечения еды. Короче, если осьминог захочет что-то открыть, он это откроет. И это представляет серьезную проблему при транспортировке. Для перевозки живых осьминогов используют специальные горшки, иногда даже те же самые, в которых осьминоги были выловлены. Горшки эти, в свою очередь, помещаются в специальные корзины, а между ними набивается сено для безопасности. Во время перевозки осьминоги могут получить травму и даже умереть, поэтому люди стараются предпринимать какие-то усилия, чтобы этого избежать. И хотя обычно при перевозке осьминоги все-таки выживают, всегда есть небольшой процент смертности. Он связан с животными, которые пытаются сбежать из своих горшков. То есть выбраться-то они и выбираются, но что потом? Полная дезориентация, воды нет, температура некомфортная, да еще и корзины трясутся, натыкаясь друг на друга. Неудивительно, что в конечном итоге животные, даже сбежав, неминуемо погибают. А как насчет перепадов давления? Осьминоги живут на глубине. Значит, если поднять их на поверхность, они должны пострадать, просто отрезка изменившихся условий. Тут все сложно. В отличие от большинства рыб, у осьминогов нет плавательных пузырей, поэтому они менее склонны получать травмы от перепадов давления, когда их вытаскивают из глубин океана. Говоря простым языком, без полости с воздухом внутри тела, им в целом безразлично давление. Но все зависит от вида осьминога. Еще в 2016 году ученые из Бондского университета Германии обнаружили, по их мнению, новый вид осьминога – дамбо. Существо длиной около 30 сантиметров было поймано в стальную корзину на морском дне в северной части Тихого океана, а затем подняты лебедкой на 4000 метров к исследовательскому судну на поверхность. К сожалению, из-за относительно резкого изменения давления осьминог умер, достигнув корабля. Все потому, что такие осьминоги обитают на глубине от 1000 до 7000 метров. Они не относятся к промысловому виду, то есть не представляют для рыбаков никакого интереса. Обычные рыбаки ловят осьминогов на глубине от 15 до 85 метров. И все же, этот случай доказывает, что при определенных обстоятельствах осьминоги все-таки могут умирать от перепада давления. Это суперредкость, но возможно. Кроме того, осьминог может умереть не при подъеме, а, например, получить травмы в процессе перевозки, которые затем приведут к смерти. Ну и не забывайте про стресс, который приводит к отгрызанию конечностей. Кстати, вот что происходит, когда два осьминога встречаются в природе. А вот в каких условиях их часто транспортируют. Понимаете, к чему я веду? Осьминоги, как правило, асоциальные одиночки, которые максимально не в восторге от компании. За исключением моментов размножения, конечно. Поэтому, когда их заключают в тесные клетки или любые другие емкости для перевозки, осьминоги испытывают стресс и страдания. Пространство настолько важно, что этот аргумент используется против появления ферм, на которых осьминогов хотят разводить. Вроде как в стесненных условиях ферм животные просто не смогут жить и расти, не говоря уже о продолжении рода. Вот и получается, что при транспортировке в суперстесненных условиях и в большой компании осьминог стрессует. Для него это просто противоестественно. А то, что осьминоги умирают от стресса, мы уже выяснили. И тут я подумал, а если осьминог окажется в тесном пространстве, он может запутаться в собственных щупальцах? Оказывается, не я один задался этим вопросом. Ученые из еврейского университета даже провели исследование, а в результате оказалось, что щупальцы осьминогов не запутываются. Вообще никогда. Все из-за того, что в коже осьминогов есть химические вещества, которые не позволяют их присоскам прилипать друг к другу. Этот репеллент для осьминогов снижает силу присасывания к поверхностям в 20 раз. То есть даже если руки осьминога случайно соприкоснутся, они будут отталкиваться, а не спутываться. Точный состав этого химического вещества, защищающего от присосок, остается загадкой. Но даже легкого покрытия им чашки Петри было достаточно, чтобы осьминог не смог к ней прикоснуться. А как насчет чернил осьминога? От испуга или стресса они выбрасываются в воду в большом количестве, чтобы позволить осьминогу сбежать. Но в замкнутом пространстве во время транспортировки бежать некуда. Сами по себе чернила не ядовитые, потому что состоят из меланина и слизи. Но есть некоторые свидетельства того, что компонент, вырабатывающий меланин, может вызывать раздражение при попадании чернил в глаза хищника. Он также может искажать обоняние и вкус. Однако, если осьминог не уберется с пути своего собственного мощного чернильного облака, он буквально может умереть. Хороший пример описывается в исследовании 2011 года. Несколько калифорнийских двухпятнистых осьминогов, доставленных из Калифорнии и содержавшихся в колледже Иллинойса, продемонстрировали необычное стрессовое поведение после транспортировки. Осьминоги необычным образом задерживали собственные чернила в мантийной полости, хотя обычно выпускают их в воду. Хотя осьминогов успешно перевозили на большие расстояния, мало внимания уделялось стрессу, который оказывают на животное транспортировкой введения в лабораторную среду. В итоге один осьминог стал умирать, его реанимировали, откачали чернила трубкой из тела и промыли полость чистой морской водой. Это сработало. И хорошо, что ученые вообще додумались до этого, потому что подобное задерживание чернил внутри наблюдалось впервые, а вот дальше мнения разделились. Одни ученые говорят, что чернила токсичны для осьминогов, которые их производят, и что осьминогов в неволе следует удалять из резервуаров, в которых присутствует чернила. Если во время перевозки в воду проливаются чернила, то осьминогов необходимо сразу же пересадить. При этом другие ученые уверены, что чернила не токсичны для самих животных, которые их производят. Просто их содержание в воде приводит к удушью, а не к отравлению. И в дикой природе чернила не являются проблемой, потому что быстро рассеиваются в большом количестве воды. А вот в ограниченном пространстве все гораздо печальнее. Впрочем, проблема не только в чернилах, но и в аммиаке. Когда в 2020 году проводили тестирование различных методов транспортировки живых осьминогов, неожиданно оказалось, что в воде сильно возрос уровень аммиака. Вообще, выделение аммиака – естественный процесс жизнедеятельности осьминога. Но это не значит, что плавать в аммиаке для них нормально. У людей, знаете, тоже много естественных процессов, но это не повод находиться в окружении, скажем так, их результатов. Осьминоги вообще не переносят загрязненную воду. К тому же, чем больше в воде аммиака, тем меньше кислорода, а он необходим им, чтобы просто не задохнуться. Вот и получается, что большое количество аммиака сказывается на здоровье, плохо влияет на иммунную систему, вызывает стресс, а дальше вы знаете. А еще вы наверняка знаете, что осьминоги могут менять оттенки, поскольку у них есть хроматофоры – маленькие органы изменения цвета, которые разбросаны по всей коже. В основе каждого хроматофора находятся крошечные мешочки, заполненные наночастицами пигмента. Эти пигментные мешочки связаны с мышечными клетками. Если упростить, можно сказать так. Когда эти мышечные клетки сокращаются, они взаимодействуют с пигментом, и осьминог меняет цвет. Но на деле все далеко не так легко. Любое сокращение мышц – это трата энергии, а осьминоги могут менять цвет очень быстро. Самые быстрые зарегистрированные переходы из одной окраски в другую происходят менее чем за 100 миллисекунд. Это быстрее, чем моргание. Хамелеонам, например, нужно от нескольких секунд до минуты, чтобы проделать то же самое. Осьминог использует изменение цвета для защиты от хищников. Также он может темнеть при агрессии, если спрятаться уже не получается. Но хочется отпугнуть того, кто оказался слишком близко. Скорее всего, пойманный осьминог, который находится в стрессе и чувствует себя уязвимым, будет менять цвет, чтобы повысить свою безопасность. И делать он это будет очень настойчиво, тратя при этом большое количество энергии. А эффективное расходование энергии важно для всех животных, и особенно для осьминогов. Даже в состоянии покоя осьминоги усваивают чрезвычайно высокий процент кислорода из воды, в результате они быстро утомляются, поскольку не могут создать большой запас энергии. И хотя мы не нашли примеров осьминогов, которые умерли от истощения, потому что меняли цвет, это в любом случае подрывает их здоровье. А дальше еще больший стресс. В общем, это очень нежные ребята, которые стрессуют буквально от всего. У осьминогов есть даже фобия. Страх потери жилища. Обычно осьминоги проводят в своих пещерах большую часть дня, следя за всем, что происходит вокруг. Они могут плавать или ползать, но в основном ведут малоподвижный образ жизни, когда не нужно охотиться, спариваться или спасаться от хищников. В среднем осьминоги перемещаются на расстоянии от 60 до 80 метров от своего логова, и даже поиск еды не заставит их уйти далеко. А тут не только отлучают от дома, но еще и вытаскивают из воды, везут куда-то. В принципе, не нужно быть осьминогом, чтобы испугаться. А еще на выживаемость или, вернее сказать, смертность пойманных осьминогов влияют травмы, полученные в процессе этой самой ловли. Копья и гарпуны – самые распространенные орудия охоты на осьминогов. Оба инструмента используются для выталкивания осьминога из его норы. Естественно, никто не заботится о том, чтобы осьминог после такого остался цел. А остаться целым, когда в тебя тыкают копьем, довольно проблематично. При этом менее 5% осьминогов, пойманных с помощью ловушек, были мертвы или имели видимые травмы. Но все остальные способы ловли – это почти верная смерть. 20% осьминогов в ярусных снастях были мертвы или ранены. А в траловых снастях от 50 до 85% осьминогов погибли или получили травмы, которые привели к смерти. Именно поэтому рыбаки убивают всех осьминогов, которых достают из воды, даже если вообще не собирались на них охотиться. Такое вот грустное милосердие. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова